Привет, меня зовут Даша. Сегодня у меня будет такое теговое видео, на которое меня благодарила Айшат. Привет! Суть тега состоит в том, чтобы из названий прочитанных мною книг я составила свое собственное имя. Мое полное имя Дарья. Но так как достаточно сложно найти название книги, которое начиналось бы на мягкий знак, я с твоего согласия поменяла его на букву И. Дарья. И я постаралась подобрать книги не просто так, чтобы они были мною как-то прочитаны и соответствовали требованиям тега, а чтобы они хоть немножечко отражали мое увлечение и меня, и поехали. Д. Ну, конечно же, это Джин Эйр Шарлау Тубранте. История. История о несчастной девушке, которая стала счастливой. А. Анжелика и Маркиза Ангелов. Как ты наверняка знаешь, это многосерийный роман, однако я тебе показываю самую первую часть, потому что она у меня самая любимая. Анжелика — это имя прекрасное и душой и телом женщины, целеустремленной, мужественной, высокоморальной, которую судьба злые недруги и завистники постоянно роняют и роняют с райских небес в кострище ада, но она словно птица феникс возрождается. Она — это чудесная женщина во времена Франции, во времена Людовика XIV, того самого, которого прозвали король солнца. На мой взгляд, это классика женского исторического романа. А, автор Сершиану Галун забыла сказать. Р. Романовы «Сердечные тайны». Название полностью отражает суть книги. Здесь рассказывается действительно о сердечных привязанностях членов царской семьи. Исповедь Гейши, написанная Кихару Накамура. Я очень попрошу не путать с мемуарами Гейши. Эта книга — это нечто очень похожее, но с моей точки зрения послабее, скажем так. Я. Японская классическая поэзия, и этим всё сказано. Так же, хотя это и не по правилам, я хочу тебе показать ещё одну книгу «Виновата». Надеюсь, ты меня простишь. Она достаточно такая старая, ты не увидишь наверняка её название, поэтому я тебе открою страницу «Чёрный тополь», которую написал мой земляк Алексей Черкасов. На самом деле, эта трилогия существует ещё «Рыжий конь» и «Хмель». Почему я показываю эту книгу? Именно она виновится того, что меня зовут так, как меня зовут. Для того, что когда ты недавно, когда моя мама была беременна, моё время, на самом деле, было очень редким, и встретить человека с аналогичным именем, этот шанс был просто равен нулю. И на сроке ранней беременности, когда мама читала эту книгу, имя ей так понравилось, что она лишила свою девочку, а она не сомневалась почему-то, что у неё родится именно девочка, назвать этим именем, и это своё намерение она воплотила. Что интересно, мою бабушку по материнской линии в Четвёртом колене, которая жила в XIX веке, Царствие Ей Небесное, звали Дарья Полякова, Дарья Павловна. Мы узнали о её существовании лишь год назад. Я не знаю, конечно же, похожа ли я на неё чем-то или нет, но для меня это было шоком, потому что я думала, у меня в роду не было случаев, чтобы девушку звали Дарья. Да, немножко я отошла от темы. Это всё. Желаю тебе узнать тайну своего имени, тайну своей родословной. Это разные вещи. Счастливая. А не, 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 стой, не уходи, не уходи. Всё, ты осталась? Смотри мне. Пожалуйста, ответи мне в комментариях, почему тебя зовут так, как тебя зовут, и есть ли в твоём роду повторение твоего имени. Вот мне будет очень интересно это почитать. Пожалуйста, скажи мне. Мне не так интересно. Что-то меня совсем куда-то унесло. Но сейчас точно. Пока.